И еще об одной встрече лидеров, за которой без преувеличения следит весь мир. Си Цзиньпин прилетел с государственным визитом в Саудовскую Аравию. Причем это событие начали обсуждать еще до появления главы Компартии в Королевстве. Смаковали особенно государственные СМИ противников США. Они сравнили два визита, тот, что ряд оказал Си, и тот, что был оказан летом этого года Байдену. Главный вопрос, который волновал журналистов, у кого же из двух лидеров было больше встреч с главами стран Персидского залива? Так вот, Байден, по их мнению, уступил со счетом 9-14 в пользу товарища Си. Но теперь к самому событию, признай, встречали гостя по-особенному. Во время приземления самолет сопровождали истребители, оставляя шлейф из цвета государственных флагов двух стран. Было эффектно. Но эффектно ли проходит сама встреча? Расскажут мои коллеги. Люксовый черный седан в сопровождении наездников на арабских скакунах. Красный и желтый цвета в небе. И нет, это не съемки блокбастера. Так в саудовском эрриаде встречали китайского лидера Си Цзиньпиня. Подобные почести в адрес этого гостя далеко не случайны. Китай один из главных торговых партнеров стран Персидского залива. И этот визит, по словам Си, начало новой эры в отношениях между Китаем и арабским миром. По мнению эксперта по международным отношениям Нурлана Мусина, укрепление сотрудничества с арабскими странами – важный шаг, который демонстрирует Китай. Страна намерена укрепить влияние на тех, кто еще не так давно опирался на союзничество с Америкой. Вместе с тем, китайцы не выставляют для Саудовской Аравии политических условий. А значит, их экономические требования куда более понятны. Обе страны авторитарны. Когда они между собой общаются, им не приходится выслушивать лекции по правам человека, демократии и так далее. То есть их отношения могут быть полностью сфокусированы на экономике, на бизнесе. И в этом плане они друг к другу подходят. К слову, только с наследным принцем Саудовского королевства стороны подписали соглашение на сумму свыше 30 миллиардов долларов. Аналитики New York Times отмечают, что встреча с лидерами арабского мира особенно важна на фоне желания наследного принца Мухаммеда выйти за рамки своей зависимости от США как основного гаранта безопасности и поставщика оружия. С данным предположением согласен и экономист Бахти Арнастагимов, видящий в этом вполне понятный месседж для Вашингтона. Это, скорее всего, напоминание США, что не надо союз между Саудовской Аравией и США принимать как данность. Данные, в принципе, шаг Бен Салмана, именно Кромпринца, где он прям сам лично встречал, такое пышное торжество было, где они встречали Си Цзиньпиня. И если его сравнить, как они встречали Джо Байдена, довольно очень прохладно и не на таком высоком уровне, это ясный сигнал Вашингтону, что мы ищем новых партнеров. Саудовская Аравия также важна для Китая как один из главных экспортеров нефти в мире. На нее приходится 17% всего импорта Поднебесной. И для китайской экономики необходимо иметь гарантии своевременной поставки топлива. Но есть и другая важная деталь переговоров. Это попытка протолкнуть Китаем тему о взаиморасчетах за нефть в юанях. То есть это довольно, вот это есть такая большая угроза для США, потому что нефть и доллары и вообще взаиморасчет по всем нефтяным операциям идет в мире в долларах. И замена именно между двумя такими крупными игроками, это и есть определенный такой вызов со стороны Китая и в сторону США. Тем не менее, эксперты считают, что Саудовская Аравия остается в прямой или косвенной зависимости от позиции Вашингтона, как гаранта безопасности на случай возможного обострения отношений с Ираном, о чем ранее писали западные СМИ. Но при этом надо понимать, что основной партнер в плане безопасности для Саудовской Аравии все-таки США. Это страна, которая поставляет Саудовской Аравии оружие. Это страна, в которой саудовские генералы проходят обучение. Это страна, которая, в принципе, гарантирует безопасность Саудовской Аравии в случае конфликта Саудовской Аравии с ее основным врагом, Ираном. Так или иначе, визит Си в Персидский залив еще раз показывает, что стремление к мировому господству невозможно без учета интересов самых разных игроков мировой политики. Друзья, не забывайте подписываться на наши социальные сети. Там вы найдете больше эксклюзивной информации, больше интервью, больше мнений экспертов и больше аналитического материала. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь.